Около 12 тысяч курганцев приняли участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы. Горожане приходили на шествие с портретами своих родственников, чтобы отдать дань памяти и уважения за тот великий подвиг, который совершило поколение Великой Отечественной войны. На Троицкой площади возле Курганской областной филармонии в 9 часов утра начался сбор и построение колонн. «Бессмертный полк» шел по улице Ленина через центральную площадь по Гоголя, а далее до Центрального парка культуры и отдыха. Шествие колонн сопровождалось звучанием песен военных лет. На всем пути колонн стояли песенные посты. Личная память – вот важнейший смысл Всероссийской акции «Бессмертный полк» – память о всех тех, кто внес личный вклад в общее дело победы над фашизмом. Мы сюда пришли почтить память наших воинов, которые сражались за нашу страну. У нас на портрете – это мой папа и мой дедушка. Бредун Петр Федосеевич, Европаев, Федор... Павел Федорович, извините. Воевали. Павел Федорович погиб на фронте. Петр Федосеевич вернулся живым. Гордимся, что они защищали нашу страну. Поэтому помним, любим и большое им спасибо. Это важно для того, чтобы передать долг памяти нашим предкам за то, что мы живем в свободной стране, за то, что наша страна процветает. Мы благодарны им. Мы каждый год приходим сюда и всегда чтим. В «Бессмертном полку» мы уже шестой год. Всегда их приносим и всегда мы поддерживаем. Воевал, прошел Курскую дугу, на Украине попал в плен, в 44-м освободился, довоевал в Берлине. День Победы – это наши предки. Если мы забудем Победу, будет новая война. Память. Они совершили подвиг такой, можно сказать, подарили нам жизнь. Ну, как бы помним, не забываем. Данная акция объединяет не только жителей нашей страны, но и других стран, родственники которых тоже воевали. Поэтому для меня это очень близкая акция и регулярно помогаем в организации данного шествия волонтерами. Я, ребята, на войне в бой ходил, горел в огне, мерз в окопах под Москвой, но, как видите, живой. Не имел, ребята, права я замерзнуть на снегу, утонуть на переправах, дом родной отдать врагу. Должен был вернуться к маме, хлеб растить, косить траву. В День Победы вместе с вами видеть небо синеву, помнить тех, кто в горький час сам погиб, но землю спас. Я веду сегодня речь вот о чем, ребята. Нужно Родину беречь по-солдатски свято. В шествии приняли участие и первые лица области. В связи с портретами предков прошли глава региона Алексей Кокорин вместе со своей семьей. Глава Кургана Сергей Руденко, председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Завершилось шествие в Центральном парке, где для всех пришедших был организован праздничный концерт. Павел Баев, Владислав Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.